Первый Ярославский прямой эфир мы продолжаем. Энергетики просят правоохранителей разобраться в ситуации с отоплением в поселке Дубки. Тепло в квартиры не доходит, считают эксперты, а отопительный сезон на грани срыва. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Жители Дубков кутаются в халаты и включают обогреватели. Отопление дали, а в домах все равно прохладно. Дети спят одетые, холодно. В квартирах некоторые батареи вообще не прогреваются. Так что вот, люди обижаются. Обижаются и энергетики на компанию, обслуживающую сети, тянущуюся к Дубкам от ТЭД-Стрим. Пар, что клубами валит от труб, это теплопотери. До поселка поток доходит, но на 20 градусов холоднее, чем должен. Это была теплоизоляция, тенополиуретановая, методом напыления она была произведена. Как вы видите, сейчас имеет место ее отслоение. То есть где-то она местами даже у нас валяется на полу. Претензии не только к состоянию сетей. Поставщики тепла уверены, более сотни домов в Дубках, Нагорном и Щедрено не готовы к зиме. Гидравлические испытания попросту не проводились. Накопила организация и долги перед тепловиками за компенсацию потерь энергии. Больше 50 миллионов рублей. Мы считаем, что подготовка тепловой сети к Азолу произведения не надлежащим образом. Мы написали обращение в прокуратуру Ярославского муниципального района для проведения проверки действий органов местного самоуправления, ну и самого предприятия. Потому что на сегодняшний день нам непонятно, почему при тарифе на передачу тепловой энергии, который в два раза превышает аналогичный тариф по городу Ярославлю, почему в предприятии имеются такие долги. Так что жителям поселка остается надеяться на правоохранителей и на всякий случай запастись обогревателями на зиму. Продолжение следует...